Всем большой-большой привет! Вы на канале Семья на море, а мы находимся в Любляне, столице Словении. Будем сегодня гулять по городу, наслаждаться архитектурой, запишем вам видео. Оставайтесь с нами, будет интересно. Но мы направляемся на прогулку! А мы решили вас порадовать и устроить розыгрыш. Шоколад необычный, с хамоном, с инжиром и лавровым листом. Сейчас провели встречу с представителем агентства недвижимости, требования для переезда не такие уж и серьезные. У нас семью 50 тысяч евро. Как обычно, еще место, чтобы нам все равно понравилось. Чевапчичи, огромная тарелка Цезаря, ну это реально на троих. Саша поднял букашку, ругает Алиса. Такое вы точно нигде не попробуете и не купите. Я думала, он пойдет туда. Ну что, вот мы практически в центре Любляны, припарковали автомобиль. 80 центов за час. Ну а что ты хочешь, в самом центре парковка. То есть мы не стали сильно мучиться и искать где-то там бесплатную. Мы решили, оставили спокойно, комфортно. Надежно. Да, надежно заплатим за это деньги. Сразу же небольшой парк, здесь детская площадка. Дети ломанулись туда. Самое интересное, что мы вчера прогуляли очень долго, поднимались наверх на озеро Блет. Дети все устали, говорят, ааа, мы устали. Устали, да мы пришли, пошли прыгать на батуте. Нет, мы, говорит, не устали, есть мы не хотим. Хотя проходили везде. Поэтому не верьте своим детям, они никогда не встают. Кстати, интересное решение. В Германии в покрытии на площадке идет стружка такая деревянная, а здесь мелкая-мелкая галька. И в дождь здесь, естественно, чисто, потому что грязи нет, это не земля. Сейчас провели встречу с представителем агентства недвижимости. Они также занимаются легализацией, оформлением всех документов по переезду сюда в Салавеню. В самом деле европейская страна, практически Австрия и Германия, очень социальное государство. И требования для переезда не такие уж и серьезные. В Германию это нужно вам миллион, два, три, меньше, чтобы все это реализовать. Здесь нет, здесь достаточно на семью 50 тысяч евро. В общем, если вам интересна эта тема, пишите в комментариях, хотели бы вы узнать. А мы тогда уже отдельный ролик, уже с его слов запишем вам более четкую информацию. Но мы продолжаем прогулку по Любляне. Замечательный город, зеленый, все красиво цветет. Сейчас двигаемся в самый центр. Ну и на самом деле сегодня четверг. На улице немноголюдно. Я бы не сказала, что какие-то пробки. Так тихо, спокойно, все на великах передвигаются. Словения считается одной из лучших стран для жизни с детьми. Очень много велосипедистов, прям буквально везде, специальные парковки. А, кстати, Тань, пойдем покажем их мусорные баки. А вот это покажи. У нас бы здесь были такие желтые полусферы, знаете, чтобы так ярко видно и было за километр. А здесь мы обнаружили, ну вы знаете, да, в Европе сортируют мусор, естественно, био, мусор, бумага, стекло и пластик. Вот здесь в таком варианте выглядят и стоят мусорные баки. То есть он не маленький, я так понимаю, что вовнутрь туда все это спускается и каким-то образом оттуда куда-то отправляется. Ну, смотрите, как хорошо они выглядят и это не портит вид города. Запаха нет никакого, рядышком никакие эти не валяются. Сразу все нарисовано, зеленый, желтый, синий, серый и коричневый, все понятно, все запомнили. Я уже тоже выучила, раз не первый год сюда ездим. Ну, посмотрите сами, как красиво здесь. Большая широка улица, уже старинные домики. Похоже на улицу красные, да? Да. Как в Краснодаре. Еще один плюс в Словении, это славянская группа языков. То есть здесь выучить язык намного проще, чем английский, французский или немецкий. Многие слова понятны. Общаться легко. То есть, в принципе, слова созвучны, и тебя поймут, и ты поймешь, что с тебя хотят. Вышли на пешеходную улицу. Конечно же, очень много магазинов. Кулинарные лавки. Пекарни. Мы сейчас идем покушать, пообедать. Как обычно, ищем место. Чтобы нам все там понравилось. Порожье! 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 Подожди, сначала покушаем. В Словении на сегодняшний день официально проживает 30 тысяч россиян. Это официально. Еще, наверное, здесь проживает кто-то неофициально. Это при том, что всего количество населения здесь 2 миллиона человек. С полтора процента, я считаю, достаточно много. Тем более, что русские в основном находятся в столице, в Любляне или в прибрежном городе Копер или Порторож. Очень старый дом. Жалко, не написано, какого он года. Это экспозиция старого города. Выполнена в металле. Вот эти фасады, они красивые. Точно какие-то старинные, но отреставрированные. Весь фасад. Он прям новый. Макс Мара, наверное, отреставрировала его под себя. Лишь бы здесь сесть в самом центре. Современное решение моста. На той стороне старинный мост, на этой современной. Рестораны, везде кафе вдоль реки. Атмосфера замечательная здесь. Трамвайчики. Прогулка на трамвайчике 45 минут стоит для взрослого человека 10 евро, для ребенка 5 евро. Есть аудиогид на итальянском и на английском. На русском нет. Вот цены. Так, Маргарита 8. Весьма великая, все же понятно. Ну а сколько она малая? 8,90. Нет, большая 8,90. Наталья, большую уж тогда. С утра прошел дождичек, а сейчас жарко стало. Я не подрассчитала, пришла, что на. А Алиса как знала, оделась. По-летнему. Ну мы продолжаем поиски. Как вам фонтан? Мне домик нравится рядом с фонтаном. Смотри, как красиво. А, вон там, посмотри, какой старый дом. Ага. Идем туда, посмотрим, может там и кафе вкусное. Я прочитал сейчас, что это работа итальянского скульптора. Саша поднял рукашку, ругает Алису. Дай здесь, дай. Мама, 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 Когда Алисе было 2 года, она выходила на улицу и видела, как Леша говорит, пожарников, а я говорю, солдатиках. И вот так поднимала ноги, ты только успевала ее подхватывать. То есть она так висела и говорила, я не пойду. И она ходила на улицу, на руках у мамы. Общеобразовательная школа при посольстве Российской Федерации. Интересно, могут обычные дети сюда ходить? Неплохо, да, они себе сделали? В самом центре. Сувенирный магазин. А это не только сувенирный, ну-ка, что это такое? Это что, конфеты? Вот маленький, можно попасть в подарок, да. Кстати, надо будет купить. С грецким орехом, с изюмом или какими-то вот кизил, что это? Барбарис, клубника. Смотри, фисташка. Словенское длино. Кружки очень необычные, оригинальные. Мы уже сели в кафе, кстати. Целый час ходили, бродили, нашли. В самом начале где-то. О, Алиса зуб вырвала. Ага. Показывай. Не потеряй, а то фея не придет. Да! Покажи. Теперь сможешь спокойно есть. Крой! Крой там! Ничего страшного. Алиса, покажи. Покажи. Мы взяли мои рады. Мне принесли с гребцутом. У меня пиво Ласко. Словенское. Чивапчичи. Салат, но почему-то он без помидор. Пожалели, видимо. Огромная тарелка Цезаря. Ну, это реально на троих, наверное. Большущий шницель тоже на двоих. И суп. Саша мечтал о супе. Да, Саша? Хороший Цезарь салат. Кстати, здесь мало чеснокая. Это прикольно. Папа, пап. Она обалденная. Ну-ка, вкусай. А вот соли не хватает. Вкусно? Попробуй, пап. Давай. Яежный такой, да? Да, он нежный. Вкусное мясо. Дашь мне попробовать? Да. Маленький только кусочек. Мясо такой насыщенное. И Саша вон балдеет от супа. Мы налопались. И сейчас идем искать памятник этому дракону. Символу Любляны. Подкрепились, набрались сил. Еле ползем. Найдем. Друзья, а мы решили вас порадовать и устроить розыгрыш. Разыграем шоколад. Необычный. С хамоном, с инжиром и лавровым листом. И настоящее домашнее варенье из Словении. Такое вы точно нигде не попробуете и не купите. Для того, чтобы участвовать в нашем розыгрыше, всего лишь нужно подписаться на наш канал, поставить лайк и написать любой комментарий под видео. И всем удачи. Подарочки ждут вас. Мы дошли до моста с драконами. Вот они. Их четыре штуки. На каждой стороне по два. В начале моста. И где он заканчивается. Напоминаем, что зеленый дракон это символ столицы Любляны. Я так понимаю, что где-то еще и внустатую есть. Нет? Нет? Хватит. Хватит. Три дракона стоят. Хватит. И отсюда еще отправляется фуникулер в замок, но мы туда не пойдем. Как говорят, там особо делать нечего. Всплатишь много денег, обойдешь стены и все. Ну, вид, наверное, красивый на город. Я думала, мы пойдем туда. Не зря я зазевала. Видишь, погода изменилась. Я спать захотела. Я синоптик. Ты что здесь делаешь, а? На одном из мостов есть такая скульптура. Это какой-то человек, как будто его обглодали рыбы. Ну, в общем, кто знает, что это за статуя? Напишите нам в комментариях. Мы уже в парке Любляна. Называется он Тиволи. Пойдемте прогуляемся по нему. Дети рванули сразу на площадку. Мамочка, смотри. Смотрю, смотрю. Здесь очень много разных детских площадок. Вот здесь спортивная площадка. Там дальше идет с горкой, цветная. Там лазилки, песочница, качели. Озеро с кувшинками. Либо это лилия. Поправьте меня, если я неправильно говорю. Ну, оно такое волшебное. Очень красивое. Все-все-все полностью заполнено красотой. Мы посидели вот там вот сейчас в кафе. Выпили кофе. И идем дальше гулять. Прогуливаемся по парку. Ох, конечно, уже не удивляют выстриженные идеально газоны. Просто продолжают радовать глаз. Тишина, благодать. Супер. Вот группа, например, сидит под деревом. Насколько я поняла, это какая-то летняя школа по изучению языка. Они сидят, общаются. Что немаловажно для изучения языка, это общение. Общение в соответствующей среде. Класс. Пошли вглубь парка, и нам встретилась замечательшая суперская площадка. Ой. Во-первых, посмотрите на покрытие. Здесь мелкая-мелкая гайка. Кравма безопасная. Она большая. Есть где, например, посидеть в теньке, пока детки твои резвятся. Сейчас у нас, конечно, пекло. 30 градусов. Но тем не менее. Уютная, деревянная, комфортная. Слушайте, ну я уже сколько могу эпитетов сказать. Это уже много лавок. Ой, как она мне нравится, эта площадка. И посмотрите, здесь есть кранчик, где вы можете, во-первых, попить воду, во-вторых, можете помыть руки, что тоже нужно на детской площадке. И есть тарзанка. Алиса у нас вовсю катается. А горка там какая. Да ты что? Твоя очередь. Алиса, вернись, пожалуйста. Нагулялись мы. Нагрелись на солнышке, жарко. А сейчас идем на парковку. И мы узнали, что парковка в субботу-воскресенье у них бесплатная. Но, по идее, нелогично, да? То есть, если бы у нас в России так делали, то в субботу-воскресенье сделали бы платную парковку. А наоборот, в будни бесплатная. Ну, либо взяли дороже. Здесь все для людей. Приятненько. Ну, на этом наша прогулка по Любляне. Мы заканчиваем. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки. Всем пока-пока. Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok